Лекция по Шриман Бхагаватам. Песнь 3, глава 26, текст 1. Прочитана его божественной милостью Аче Бхактивиданты Свами Прабхупадой, 13 декабря 1974 года в Бомбее. Личность Бога Капила продолжал. Дорогая мать, сейчас я опишу тебе различные аспекты абсолютной истины, постигнув которые человек выходит из-под влияния гун материальной природы. Татьянам лакшанам притхак Яс бидиттья бимотчета пудуша Пракиттой гунной Это болезнь, материальная болезнь. Живое существо заражено Пракиттогунной. Пракиттогун, гун, значит качество. Пракитта, значит материальное, прокритти. Духовное, это апракрита. Есть разные стадии знания. Пратьякша, парокша, апарокша, адхокшаджа, апракрита. Нужно идти ступень за ступенью. Общее знание, это пратьякша, то, что мы постигаем при помощи чувств. Пратьякша, знание, которое вы получаете от авторитетных источников, называется парокшей. Апарокша, осознание. Далее адхокшаджа. Адхокшаджа, это знание, выходящее за пределы вашего восприятия. Но есть источник знания, адхокшаджа. Поэтому Бога также называют адхокшаджа. Адха, значит подчиняющий. Приводящий в подчинение. Адха, крита, акшаджа. Акшаджа означает знание, полученное непосредственно при помощи чувств. Акша, значит глаза. Акша также означает атукья. Итак, любое знание в алфавите, в рамках алфавита, называется акшаджа. И знание, выходящее за пределы этого, именуется адхокшаджей. И за пределами знания адхокшаджи находится апракрита, знание апракрита. Итак, пракрита-гуна, пока мы находимся в материальном мире, зараженные материальными качествами, сатва-гуны, раджа-гуны, тама-гуны, это жизнь пракрита, не апракрита. Вы должны идти шаг за шагом. И наше движение сознания Кришны — это адхокшаджа. Оно далеко за пределами знания пракрита, пракрита-гуны. Высочайшее положение пракрита или материальной жизни — это стандарт брахманических качеств. Но это тоже пракрита. Это не апракрита. Это также неосознание брамана. Это высочайшая стадия пракрита. Это отблеск света. Но необходимо освободиться от этой оболочки пракрита, пракрита-гуны. Наше нынешнее положение таково, что мы заражены пракрита-гуны. Некоторые заражены сатва-гуны, некоторые раджа-гуны, некоторые тамагуны. До тех пор, пока живое существо заражено тамагуны и раджа-гуны, его положение очень отвратительно. Раджа-станас. Необходимо, по крайней мере, подняться до урансатва-гуны, обрести брахманические качества. Тогда можно осознать духовные истины. Пракрита-гунай. Итак, Капилла-дева предлагает своей матери. Капилла-дева — это Бхагаван. Мы несколько раз объясняли. Бхага — значит богатство. Ван — тот, кто обладает. Каковы же богатства? Айшаджа-сха-схамак-краса. Айшвадя — богатство. Тот, кто обладает всем богатством. Несколько раз мы объясняли. Никто не может заявлять, кроме Бхагавана, Верховной Личностью Бога. Никто не может заявить, что все богатство в этой вселенной принадлежит мне. Никто не может так сказать. Но Кришна может. Кришна говорит в Бхагавадгите. Я владыка всех лог, всех планет. Мы становимся собственниками. На протяжении нескольких тысяч лет и из-за этого столько проблем. Ему же принадлежит вся вселенная. И это очень немного, поскольку Кришна говорит, «Кришна говорит «Моей одной полной частью я владычествую или управляю бесчисленными вселенными». У нас нет знаний даже об одной вселенной. Мы не можем так же измерить вселенную, но бесчисленные вселенные это такой приблизительный пример, чтобы дать нам какое-то понятие. Брама Самхити говорится, «Верховной Личности Бога есть один аспект, именуемый Маха-Вишну». Маха-Вишну — источник материального творения. Итак, Маха-Вишну пребывает в состоянии сна. В состоянии сна, когда он дышит, вселенные выходят из него. Когда он вдыхает, вселенные уничтожаются, они растворяются в нем. «Бхагаван». Итак, это лишь одна часть. Есть много свидетельств. Вы не можете объявлять себя «Бхагаваном», это не так дешево. «Бхагаван» — это нечто иное. Тот, кто является преданным «Бхагавану», он что-то знает о «Бхагаване». Другие негодяи могут объявлять себя «Бхагаваном», но это просто смешно. Только негодяи могут признать другого негодяя «Бхагаваном». Это не так легко. Итак, этот «Бхагаван» говорит. «Капиладева» — это «Бхагаван». Поэтому он говорит «Сам» — значит «самьяк». «Самьяк» — значит «совершенный», «полный». Пока у человека нет совершенного знания, как он может говорить что-то совершенное. Как говорят так называемые ученые? «Возможно», «Вероятно». Нет, это не знание. Это просто теоретизирование. «Возможно, это так». Нет, не может быть и речи о «возможно». Знание должно быть точным. Точное знание. Это ведическое знание. Например, в Падмапуране говорится о количестве видов жизни. есть живые существа, населяющие водную стихию, 9 лакхов, 900 тысяч форм жизни. Сколько вы видели? Вы не сможете погрузиться под воду и пересчитать всевозможные разные формы рыб, обитателей вод. Но в шастрах сказано «Джаладжа-нава-лакшани» там не говорится «Примерно 9 лаков». Более-менее. Нет, там говорится точно. «Джаладжа-нава-лакшани». «Ставара-лакша-вимшати». Ставара это растения, деревья, которые не способны передвигаться. Их 2 миллиона лакш-вимшати. 20 лаков. И это ведическое знание. Вы получаете точное знание. Поэтому ведическое знание называется «апаурушея». «Оно не рассказано обычным человеком путем разных рассуждений. Возможно, вероятно». Нет. Таков Бхагаван, чтобы он не сказал «это точно». Это ведическое знание. Поэтому безопаснее получать знание у Бхагавана. Особенно знание о Бхагаване. Бхагаван — это не что-то дешевое. Если вы хотите узнать Бхагавана, если вы не настолько глупы, чтобы признать другого глупца Бхагаваном, вы должны слушать о Бхагаване от Бхагавана. Это процесс. Поэтому веды велят для получения совершенного знания обращаться к тому человеку, гуру, который является представителем Бхагавана. сакшад-хариттейна самаста-шастри рукта-статха-бхабхатай бхагавану. Настоящий гуру является представителем Кришны, сакшад-хариттейна шамаста-шастри гуру. Во всех писаниях сказано, что гуру не отличен от Бхагавана. То есть, он получает знания из верного источника. Возможно, он невозможно, а он именно не отличен от Господа. Гуру является слугой Бога. Господин Бог и слуга Бог. Кришна является Богом Господином, а гуру Бог слуга. Хотя его почитают как Кришну. Тем не менее, он не заявляет «Я стал Кришной». Нет. Он очень дорог Кришне. Прия значит «дорог». Почему он так дорог? Потому что он проповедует послание Господина. Поэтому он чист. Если он проповедует собственное послание, придуманное, то он не хорош. Он обманщик. И сейчас столько негодяев. Они так говорят «Кришна был Богованом». Это уже в прошлом. Он уже умер. Его нет. Сейчас я Кришна. Есть много таких негодяев. признают только другие негодяи. Бог никогда не умирает. Как Бог может умереть? Даже обычное живое существо, оно не умирает. Даже мы, живые существа, никогда не умираем. Или никогда не рождаемся. как же Верховный Господь может умереть или родиться. Поэтому, если мы говорим о Боговане, необходимо понять многие вещи в отношении Бхагавана. Тот, обладает всеми богатствами, тот, кому принадлежат все силы, все влияние, вся красота, все знания, вся отрешенность, это Бхагаван. Примите формулу, данную в Бедах, это совершенное знание, и вы все поймете. Поэтому разумный человек следует ведическим предписаниям, и тогда его знание совершенно, оно уже есть. Итак, Бхагавану Вачу, и Бхагаван говорит о истине, лакшанамы, качествах. Все нужно понимать по определенным характеристикам, по свойствам, например, в химической лаборатории. Если вы посылаете туда что-то для химического анализа, чтобы убедиться в чистоте этого продукта. У них есть определенные авторитетные книги по фармацевтике, где описаны разные характеристики, например, двуглекислый натрий, например, какой-то на вкус, в какой-то форме, качества такие-то, в форме порошка или гранул. они анализируют, и когда эти характеристики все собраны, они делают вывод, делают заключение, да, это именно это вещество. Точно так же вы должны признавать Бога по характеристикам при помощи анализа, не то, что какой-то негодяй приходит и говорит, я богаван. Вы должны знать, как проанализировать богавана, и это есть в шастре. Это слово богаван не используется поверхностно, легкомысленно, у него есть определенные свойства. Как, Кришна, когда он был на земле, он сказал, Матах Паратарам на нет, нет никого выше меня, и он доказал это. Пока Кришна находился на планете, он доказывал это, что нет никого выше его. Даже обычная его жизнь, он играл роль Грихастхи, Кришна был Грихастхой, семейным человеком, и он женился на 16 тысячах в 108 женах. У кого такая сила? жениться на 16 тысячах, даже одну жену очень тяжело содержать. У одной женщины в Америке, взрослый сын, я спросил у нее, почему бы тебе не женить своего сына? Она говорит, ну, я не против, если он сможет содержать здесь жену, и они не возражают. Я понял, что здесь очень трудно содержать даже одну жену. На самом деле, это трудно. Даже с материальной точки зрения, Кришна, как мы можем рассчитывать, мы не можем в настоящий момент даже содержать более одной жены, двух жен, но он содержал 16 108 жен. Но поскольку у нас нет представления о Боге, мы считаем, да, это сказки. Когда Бог показывает себя, свое я, свои качества, и это записано в шастрах, и записал, это не просто какой-то самозванец выскочка, а Вьясадева, мы считаем это сказкой. Видите, какое у нас положение? Вьясадева не спал ночами, чтобы написать какую-то сказку. Видите, насколько мы падшие, мы не верим в писание Вьясадева, или иногда мы говорим, нет, нет, это не Вьясадева написал, это уже интерпретация. Если это интерпретация, то почему Ачарьи признали это? Они что, тоже глупцы? Рамануджачарья, Маддвачарья, Вишну Свами. Они писали комментарии к Шимаддваддватам, и они признали, да, у Кришны 16 тысяч жен. Вьясадева писал об этом, и Ачарьи это признали. И я стал таким великим ученым, что говорю, а это все вымысел, и мы должны верить этим негодяям. Итак, не ходите к негодяям. Если вы хотите истинного знания, получайте его от Бхагавана, тогда ваше знание совершено. Таков наш процесс. мы принимаем Бхагавадгиту, как она есть, и мы проповедуем. Мы не проповедуем ничего другого, чего Бхагаван не говорит. Бхагаван говорит, и мы проповедуем, мой дорогой господин, просто стань преданным Кришне. Всегда думай о Кришне. Кришна говорит, Манмана Бхагавамат Бхагто. Мы говорим, просто думай о Кришне. То же самое. Мы ничего не меняем. Мы не даем никаких ложных толкований. Манмана значит это, Манбхагта значит то. Нет, мы так не поступаем. Мы представляем, как она есть. Поэтому, если Кришна видит, что кто-то представляет мое послание таким, как я его дал, он доволен этим. Поэтому, говорится, он стал очень дорог, потому что он не меняет по глупости значение, смысла. Это значит то, это значит это. Нет, если Кришна сказал, значит, это совершенно, зачем мне менять. И это Гуру. Допустим, если вы говорите что-то, если кто-то принимает это, как оно есть, не искажая, и ведет себя соответственно, то вам это приятно. Если вы скажете своему сыну или своему слуге что-то, и он неправильно это понимает и говорит что-то другое, то вы только сердитесь. этот глупец все переначал. Точно так же Гуру не меняет слов Кришны, поэтому его называют Бхаваном, слугой Бхаваном. Кришна Бхаван Господин Господин Бог, а Гуру служащий Кришне искренне является Богом слугой. Поэтому Шастра говорит утром так же эти юноши они поют молитву Наратама Даса Тхакура если у вас есть чистый авторитет истинный Гуру, делайте то, что он говорит. Не надо ничего придумывать. Арна Кори Маме Аш ничего. Итак, мы должны получать знания от Бхагавана или от того, кто является слугой Бхагавана. а не имитацией Бхагавана. В этом случае вы испортите себе жизнь. Это вам не поможет. Бхагаван говорит сам парвакшямим. Сам значит самьяк. Полностью совершенное знание, не частичное. пра значит пракришта рупе. Пра значит пракришта рупе. Бхагшямим значит я расскажу. Таттванам. Таттванам. Таттва одна. Абсолютная истина. Абсолютной истины не может быть две, но есть разные фазы понимания абсолютной истины. поэтому здесь говорится о множественном числе. Таттванам. Таттва одна. Об этом говорится в другом месте. Хотя таттва постигается в трех стадиях. Браметия Параматмитхи Бхагаван Итишабдите Брама это имперсональный аспект. Браметия Параматма локализованный аспект. Это Параматма. Параматмитхи Параману Чаянтарастхам Икаппасура Чаятам Джагаданна Кути Джачакти Расти Джагадан Чая Джадан Там Анна Антарастхам Параману Чаянтарастхам Говинда Мадик Бхагаван Говинда находится в атоме как Параматма. Это один из его аспектов вездесущий. Еще один его аспект это безличный аспект Джиоти. Но изначально его проявление это Бхагаван. Как Кришна говорит Маддхах Паратарам Нанят. Когда вы достигаете этого уровня понимания Бхагавана тогда ваше знание совершено. Это совершенное знание. Если вы не понимаете кто такой Бхагаван ваше знание остается несовершенным. Вы должны снова учиться в течение многих жизней и тогда вы приходите к пониманию того кто такой Кришна. Когда вы поймете Таттву что Кришна изначальный а Параматма вторична и далее уже идет Браман имперсональное проявление. Поэтому даже если вы достигли уровня Брамана вы все еще не Апракрита. Вы Апарокша. Вы на стадии Апарокша даже не на стадии Адхокша Джи. Как я сказал вам что есть разные степени знания Итак Брамма Гьяна это Парокша Гьяна. Сначала Пратьякша потом Парокша и духовные планеты знания Вайкунтхов это Адхокша Джа а знание о Кришне и его планете Галоке Бриндаваном это Апракрита. Итак мы должны подняться с этого уровня Пракрита Это очень Апракрита это очень высокий уровень ступень Апракрита Пракрита Крия Мане Вишну Калеба Апракрита Нахи Яр Ихар Упо Чайтан Махапрабху Чайтан Махапрабху сказал что любой негодяй который считает тело Кришны или Вишну Пракритом материальным совершает величайшее оскорбление Философы Маевади так и думают абсолютная истина безлично но когда она обретает форму она принимает материальное тело это величайшее оскорбление поэтому они не могут понять потому что аппарадхи Чайтан Махапрабху говорит Маевади являются оскорбителями Кришны поэтому они не могут постичь Кришну они оскорбительны Кришна не проявляется перед оскорбителями и так Маевади не могут увидеть Кришну они не могут понять Кришну они будут избегать Кришны они будут говорить столько всего о духовном знании но они будут избегать формы Кришны они будут говорить что это Майя но это не Майя это изначальная форма Поскольку у Кришны есть форма двибудж-муралидхар с двумя руками, с флейтой, это изначальная форма Кришны. Итак, мы должны понимать Бхагавана, мы должны слушать его. Он дает совершенное знание в Бхагавадгите, в Шримад Бхагаватам, и если вы принимаете его, если вы достаточно удачливы, чтобы понять слова Кришны, Капиладевы, то в результате Вимучьета. Вы точно же обретаете освобождение. Если вы достаточно удачливы, если вы достаточно разумны, чтобы понять слова Капиладевы или Кришны, или Ришабадевы, есть множество воплощений, тогда Пурушах Пракритая Вимучьета. Вимучьета, значит, вы освобождаетесь. Вы избавляетесь от скверны. От какой скверны? Пракрита гуна. Это материальная инфекция. Я браман, я кшатри, я ваще, я шудра, я американец, индиец, тот этот. Это все Пракрити. Материальная квалификация. Даже если вы совершенный браман, это тоже материальные качества. Но на уровне чистого брамана вы можете обрести шанс понять Априкрита, Адхокшиджу. Поэтому вы должны стать браманом, квалифицированным браманом. Тогда у вас есть шанс. Итак, в эту эпоху очень трудно стать ведическим браманом. Очень-очень трудно, потому что все стали шудрами. Калау-шудра-самбхаба. В каль-югу вы не сможете отыскать достойного брамана. Это очень большая редкость. Поэтому невозможно стать ведическим браманом. Наше движение, движение сознания Кришны, воспитывает по принципу панчаратрики видхи. Панчаратрики видхи браман. Это означает, что нельзя сказать «браманом» или «сын брамана», потому что столько всего не хватает. Но если у него есть хотя бы небольшой вкус к пониманию Кришны, его нужно вдохновлять. Это панчаратрики. Например, если есть небольшой огонек, нужно раздуть его. Нужно раздувать его, и появится большое пламя. Итак, движение сознания Кришны пытается это делать. И это легче, потому что в шастре говорится, Шукадева Госвами говорит, что есть одна возможность. Мой дорогой царь Парикшит, я описал тебе порочность кали-юги. Но у людей в эту эпоху есть очень хорошая возможность. У обусловленных падших душ в кали-югу. Какая возможность? Кали-юга подобна океану недостатков. Тем не менее, есть одна очень хорошая возможность. Какая? Повторяйте Харе Кришну, достигайте освобождения и возвращайтесь к Богу домой.